Привет, Страж! Обычно я выпускаю видосы по свежим статьям на этой неделе в Банже под заголовком Экспресс, но сегодня Экспресса не получилось, потому что разработчики выкатили так много инфы в своей статье, что сходу за минуту и не разберёшься. Но сейчас можно налить чай, кофе и вместе разобраться, что интересного нам показали. Меня, кстати, всё ещё зовут Джонни Лейни, и это канал Трипл Вайп. Во-первых, рассказали о том, как продвигается прогресс испытания сообщества, о котором мы уже как-то говорили в видео, и пишем время от времени в группе. Часть заданий выполнены, остаётся совсем немного до заветной награды, бонусного лута в паноптикуме и эмблемы. Во-вторых, 10 сентября пройдёт ещё один Банжи Баунти ивент, на котором, играя в плейлист налётов, можно будет попасться на команду с главой Xbox, Филом Спенсером и гендиректором Банжи, Питом Парсенсом. Если попадётесь с этими титанами, во всех смыслах, сможете получить эксклюзивную эмблему. Теперь к важным новостям и изменениям ПВП. Да, наконец-то новости о ПВП. С релизом Обители Теней меню Гарнила будет выглядеть иначе. Плейлисты быстрых игр и состязательный плейлист были удалены. Быстрая игра заменена плейлистом классика, в который войдут режим контроль, клэш и супремаси. Состязалки переформатированы в формат 3х3 игрока в режиме выживания. Также отдельно добавлен состязательный режим для одиночек. Это тот же выживание 3х3, но с той разницей, что командой сюда не залетишь. Отдельно вынесен режим контроль 6х6. А также еженедельно будут меняться два режима 4х4 и 6х6. Туда войдут клэш, супримаси, майхем, локдаун и каутдаун. Кроме этого, в новом сезоне карты Мертвые Скалы, Ущелье Легиона, Безлюдие и Возмездие уберут для доработки. Им поменяют места спауна игроков и ящиков с тяжелыми боеприпасами. А карта Эквинокс и опорная база Эхо останется лишь в нескольких режимах. Убрали несколько карт, значит нужна замена. Будет добавлено 3 новых карты. Видо Скорт, Твайлайт Гэп, они из первой части и полностью новая, Фрагмент. Любимый игроками-ветеранами по ивенту Испытания Сириса режим Эллиминейшн будет добавлен в экспериментальный плейлист лабораторий Гарнила. Обязательно стоит в него сыграть. На основании собранной статистики разработчики наверняка будут принимать решение о внедрении этого режима в уже знакомом нам формате. В режиме 6х6 тяжелые боеприпасы теперь можно с одного ящика взять нескольким игрокам. Прямо как и раньше. Как только один игрок открывает ящик и пополняет боезапас, его товарищи по команде в течении 7 секунд могут там же зарядить и свое тяжелое оружие. Накопленные серии побед в рангах Славы и Доблести не будут полностью теряться при поражении. Теперь будет отниматься по 1 победе в ранге Доблести и по 2 победы в ранге Славы. Так что даже в случае поражения винстрик восстановить будет чуточку проще. В течении следующих двух недель разработчики пообещали дать еще больше информации касательно PvP изменений. Так что держим руку на пульсе. Огромный блок статьи посвящен изменениям и переработке подклассов персонажей. Полностью все зачитывать не буду сейчас. У нас в группе будет перевод и в виде статьи на мой взгляд такая информация с кучей цифр воспринимается проще. Однако ключевые моменты и цели изменений все же давайте обсудим. Бафнута нижняя ветка ночного охотника. Дымовая граната дающая инвиз вам и вашим союзникам будет также улучшать навыки обращения с оружием, добавлять 34 единицы к стойкости, ловкости и восстановлению. Ну а длительность самого эффекта невидимости увеличена до 8 секунд. Убийства противников с помощью супера будут создавать сферы улучшающие ловкость, стойкость и восстановление для всех подобравших их союзников. А нанесение урона гранатами будет быстрее восстанавливать заряженную рукопашную атаку, ту самую дымовую шашку. За каждого ушедшего с вашей помощью в инвиз союзника вы восстановите по 17% энергии гранат. Ну и в целом увеличен урон от теневого выстрела, он наконец будет убивать пвп с одного попадания. Бафнули пустотного титана. Главная из череды бафов – купол. Он более устойчив к урону от суператак других игроков. Некоторых суперов хватит на то, чтобы разрушить купол, однако при этом он все равно может не дать убить при этом игроков в нем. Кроме этого, возвращается баф Weapons of Light, который вешается на игрока, который зашел в купол. Этот баф длится 15 секунд и увеличивает урон от оружия на 35%. Полноценная замена кладезью варлока. При создании купола игрок создает три арбасвета для союзников. Варлоком бафнули новобомбу, увеличив урон на 15%. Урон, который делится на связанных стрелой ночного охотника противников снижен на 50%. А в средней ветке ночного охотника сильно порезали невидимость при убийстве из положения присев. Раньше инвиз длился 9 секунд, теперь 3. Наверняка вы уже слышали, но на всякий случай повторю. Произошел нерв, сапог луна фракции варлока и короткой баррикады титана на перезарядку. Теперь вы не будете автоматически перезаряжаться из боезапаса. Будет увеличена лишь скорость перезарядки. Была пересчитанная регенерация суперспособности от арбов света и от убийств противников. В целом ее ощутимо понизили. Сделано это из-за скорого появления в характеристиках вашего персонажа параметра интеллект, который как раз и будет отвечать за скорость восстановления вашего супера. Были пересчитаны бафы урона от способностей. 35% баф к урону от купола титана. Любой другой баф ниже. Лужа варлока в том числе. Там теперь 25% баф. Уменьшили и параметр стойкости персонажей в активированной суперспособности. Законтрить ульту в пвп станет немного проще. Ну а на следующей неделе разработчики расскажут о не менее важных изменениях. О ребалансе оружия. Так что ждем новостей и делаем ставки на то, какой будет новая мета. Далее нам показали несколько новых сетов брони. Сет Дримбейн получается за активности на луне. Сет из нового рейда Сад Спасения. Сет получаемый из сезонного пропуска без делюкса. Набор скинов для этого сета с премиум пропуском. Набор брони с нового железного знамени. Сет Картограф, который будет продаваться в лавке Тес Эверис. Кроме этого разработчики показали полный список активностей, в которых прямо с момента релиза Шэдоу Кейп можно получить броню 2.0. Глядя на этот список, походу везде можно получить. Кстати, не забудьте, что моменты триумфа завершаются 17 сентября. А значит, если вы еще не выбили печать 2019, нужно поднажать. В окончании статьи разработчики еще раз напомнили, что в следующую пятницу речь пойдет о ребалансе оружия. Расскажут, что бафнули, что занерфали. Экзотический револьвер Солнечный Выстрел, например, теперь имеет 12 патронов в запасе. А урон гравитонового копья увеличен на 30%. В ПВЕ расслабься. Это я еще очень сжато рассказал. За полной версией статьи со всеми изменениями приходи к нам в группу ВКонтакте. И не забудь про то, что мы теперь есть и в Твиттере, и в Инстаграме. Подписывайся на Трипл Вайп, чтобы быть в курсе всех событий. Ссылки все ты найдешь в описании к видео. Спасибо за просмотр и до связи!